Ну что, друзья, всех приветствую! С вами команда Моргеймс, и на днях мы с ребятами обратили свое внимание на такое интересное оружие, как М249. Этот пулемет по-прежнему остается самым дорогим оружием в игре. Его уже давно никак не меняли, не сбрасывали ценник, не улучшали его. И сегодня мы, так сказать, решили разобраться, почему так, чем он хорош, чем он плох. И, конечно же, доказать, что этот пулемет, несмотря ни на что, может дать отпор. А пробовать все это дело мы сегодня будем на званиях Беркут. Поэтому, я думаю, вы прекрасно понимаете, что нас ждет. Это будет очень интересно. Друзья, присаживайтесь поудобнее, обязательно лепите лайк. Всем желаю приятнейшего просмотра, а мы стартуем. Так, что тут сказать, господа? 5-100 на балансе, не хватает 100 долларов. Мы проиграли два раунда подряд, не смогли выиграть пистолетку, и нам за два проигранных раунда не хватает. По-прежнему на это замечательное оружие. 5-200. Ой, секонд и мидл. 5-200, просто я не знаю, что это за цена. Кто делал этот ценник вообще? Зачем и почему? Хороший вопрос. Мы просто сейчас вот по сути три раунда подряд проиграем, из-за того, что мы не можем вообще взять это оружие. На него нереально накопить. Кстати, тут ребят нормально играют. Мне интересно, что мы сейчас можем с этим сделать. С этим пулеметом. Все, сейчас будет закупка у нас первая, пацаны. На четвертом раунде. Звучит неплохо. Так, давай, один в три берешь. Спокойно. И дальше продолжаем серию побед. А все, можешь диффузить, я считаю. Без диффузов? Да, аним. Да? На гробах там ходит. А там еще? Да блин, я не увидел. Ну, хорошая попытка была, так скажем. Все. А тут сразу же, смотрите, и 8 тысячи семь. Ну, прям с лихвой хватает. Берем. На все бабки, на всю котлету заряжаем это прекрасное оружие. Ну, теперь нам нужно максимально сейвиться, во-первых. Не умирать никому. Тащить до конца. Да и главное, что тащить. Мне интересно сейчас, что у нас в первой игре получится. А я очень сомневаюсь, что с первой попытки сможем выиграть, но мало ли. Давайте посмотрим. Никит, ты там что-то рискуешь. Я? Я рискую. Ладно, я только хотел, думал тебе помочь. Пожалуй, это ошибка. Мне тапнули в лицо. А вот, кстати, по-моему, М249 вообще не ваншотит. Он как М249 у него урон, по-моему. По-моему, да, что-то такое. Даже за такие деньги он не ваншотит. Что, сейвим? В смысле? Мы че зря закупались, пацаны, помогайте. У нас на Б, еще что-то происходит тут, раскидывают. Прямо полной. О! Нормально, я одного убрался на А. А он проходит уже. На Б, думайте. На машине там топают точно. В КТ дали смог. Могли, кстати, через КТ пройти. А, ой, тут АВП. Да что это? Нормально, все, я уже два в два. Мы выиграем. Двое у меня. Неважно. А М2708 это. Даже перезаряжаться не нужно. Зачем? Столько патронов там, для кого сделали? Два тапа сделай, и раунд твой. Согласен. Да ладно, че я тут шевчу вообще? Так, мы одного спалили. Он точно здесь. Не угадал. Чуть-чуть дальше совсем. Ну что? Вот им, ребята. Додолжаем копить, мужики. Ну, неплохой раунд получился. Близкий, так сказать. 1-2 была ситуация, почти управились. Все, ребята, вторая попытка. На шестом раунде. Давайте, мы должны выиграть, ну хоть раунд-то один. Ну, че такое? 5-0 летим. Надо остановить этих ребят, поставить их на место. Потому что у нас самая великая оружие в этой игре. Там минус 50. Я понял. Все, аккуратненько. Не важно, что у нас уже одного нет. Мы сейчас выиграем, главное верить. Никита, ты сдержишь, Мид? Вот. Это я понимаю. Вот это я понимаю. Все. Считай, мы преимущество вырвали нереальное. Нет, в голову оно вполне себе бьет. Дом, дом. Еще в доме. Давай. Ты тут залезай. Все, четенько в голову надо попасть. Так, если вот так, прям грязно сяду. Есть Б. Двое. Грязно сел. Не успел отойти. На, на балконе. Хорошо. Нормально, 2 в 1, это наш шанс. А там два смока, по-моему, на Б прилетело, да? Да, да, было двое, было двое. Все, давайте, 2 в 1. Как это можно? Хотя бы, ну, раунд. Йохан, все, все на твоих плечах. Все в твоих руках. Только ты можешь забрать этот раунд. По-моему, ты уже ничего не успеваешь делать. Да, и даже этих нет, этих смоков. Ну, неплохой клач получился. Что ж, нац 0 улетим в первой игре, пацаны. Не, ну я думал, что мы первую игру запустим, мы хоть что-то сделаем. Ну, мы даже одного раунда реально пока что выиграть не можем. Нам хватит одного, чтобы мы потом, как бы, комом их дальше снесли, понимаешь? Правильно, правильно. Верно мыслишь? Короче, смотрите, что делаем. Выходит на мидл. Вот так вот выходим просто. Ну, бах, и все, и нет человека в игре. А это наш шанс. Парни, мы сейчас с пистолетиками можем выиграть. Быстрее, чем с М249. Вот так и есть. В уголке стоит. Двое, двое, двое стоят, банане. Взял бомбу и ушел. Пойдем давить. Короче, они на А будут перетягиваться. Да, господи! Нет, нормально, бомба у вас, последний на А. Минус 82. Он банан, он тут. Нормально вообще? Нет, это даже не смешно. Мы с Испами выиграли быстрее, чем с М249. Интересный раунд, конечно, получился. Там скаутный, я думаю, это легко будет. Хотя у нас арморов нету. Это еще дикой. А нет, они тут. Они тут, они тут. Пойдем без страха, Игорь, что ты боишься? Вон, скаут, тет. А там кого? Вот все. Это не смешно! Это не смешно уже, парни! Мы второй раунд с пистолетами выигрываем. А почему с М249 ничего не можем? На банане. Давайте я отвлеку меня. Вместе, вместе, вместе попробуйте. Купай все равно. А, как раз еще на этом. На гранатке его поймали. Два раунда с Юспов. С М249 пока доль. Пистолет, который дается бесплатно вообще, которого даже покупать не нужно. Ладно, все. Вот, вот, все. Сейчас СМ249 пойдет. Еще, еще. Хорошо. Там обычно еще дом играет. Дом, дом. Действительно. Все, уработал нормально. Пять в два. Еще мидл. Сейчас мы с ним расправимся. Мы уже пушим жестко. Жестко. Размен, размен. И канава, канава, минус 50. Нормально. Ну, все-таки бойцов мы потеряли. Ну, раунд первый взяли с М249. Отлично. Все, до камбэка недалеко. А вот такое они ждут вообще, мне интересно. А вот такое вы ждете, ребята! Вот что нужно с этим оружием делать. Давай! Зажимать с него не вариант. Пацаны, особо не пытайтесь. Если честно, не очень идея была. Нас украли наш агрегат. Реквизит. И в ямете. В ямете. Ответили ему тем же. Что-то последний на секунде. Давите его. Он где-то либо справа, либо слева. Далеко, типа? Да. Где-то вот примерно там. Скорее всего. А, нет, справа все-таки. Давите, давите, давите. А, я все-таки ему... Сколько? 58? Я не думал то, что простреливается вообще. Нормально ему настрелял. Ну, все, ребята. Считай, мы разыгрались уже. Сейчас и выиграем эту игру. И, друзья, перед тем, как мы продолжим этот интереснейший ролик, я предлагаю залететь на прекрасный MyCaseGo и достать отсюда что-нибудь интересное. Какую-нибудь годноту. И что-то вот мне сегодня хочется открыть кейсик засекреченный, который давненько мы уже не открывали. Поэтому давайте сразу 10 раз его зарядим. На 7000 рублей. Нехило, конечно, мы так сегодня тратимся. Но я... Я вижу парочку интересных скинов. Но, к сожалению, это не то, зачем мы сегодня пришли. Ладно, давайте все это продадим. И сделаем повышение, так сказать. И попробуем открыть кейсик тайный. Так, а нам на сколько хватает? На 5 раз более, чем хватает. Поэтому давайте попробуем. Ну, будем верить в этот кейс. Что-то как-то засекреченное немножко нас сегодня подвел. Но посмотрим, что нас ждет тут. Так, эмка Азимов. В принципе, она стоит бодро. Вот она стоит хорошо. И, пожалуй, мы все это оставим. Скинчики мы неплохие выбили. Вот кейсик тайный, она нас редко вообще подводит. Тут реально неплохо у нас получается доставать. И, друзья, напоследок я хотел бы напомнить вам о розыгрыше, который мы запустили совместно с MyKsGo, который проходит, собственно, по нашему промокоду. Выглядит он вот таким вот образом. И, во-первых, он даст вам плюс 40% к пополнению. А, во-вторых, используя или активируя его, вы принимаете участие в розыгрыше на три вот таких вот топовых скина. Сумма пополнения вообще не важна. Она может быть абсолютно любой. И результаты этого розыгрыша будут подведены ровно через месяц. Так что успейте поучаствовать. Сам код и, конечно же, ссылочка на сайт будет в описании. Поэтому желаю всем удачи. А мы продолжаем. Так, ну-ка. О, прошел. На! О, я, по-моему, вантапнул только что. Нет? Да? Нет? Да? Я хочу посмотреть, он реально вантапает? Может, у него вармора не было? Нет, там прям по каске. У меня каску вблизи 100 от одного. Да? Да. А вот таким зажимом не могу убить, 2 хп оставил. Я даже не думал, что он вантапает. То есть прям вплотную нужно стрельнуть. Бомбу выбил. Я бы не сказал, что я прям супер вплотную сейчас стрелял, но очень близкие расстояния были. Смотрите, счет-то как набирается. Да, 101 за 1. Там даже еще запасик небольшой был. Может, было даже еще чуть дальше стрелять. Не, ну ладно, я уж думал, он вообще не ваншотит. Пацаны, 2 подряд сейчас берем. Делаем 8-7. Первую же игру выигрываем, и все. У нас слитер Оффлер под Б своим крутейшим раскидом невероятным. Вас понял. В Миду вроде никто не видит. Да сколько? Ну, 48 всего. У меня двое стоит на банане. Я тоже на бэ уйду. Ой-ой-ой, там Амавик Миду. Лучше не буду баковать. Ну-ка попробуем вот так снять. Амавик, мин-72. Опа, кого это я тут поймал-то в тайминг? 2 лоха плова. На банане? Или? Один банан. Слушай, я его с другой стороны просто зажжу. Вон, а не вариант, видимо. И второй там же. Давим-давим с двух сторон. Все. Ого. Огонь на подавление. 7-7. Что за дебильную серию мы забрали? Что происходит? Он не тапает в голову. Я два раза выстрел ему. Ну так это издалека. Мы говорили про флотную. Ой-ой-ой. Да, это что, 8-7 не будет, что ли? Ну будет, только не у нас в доме топает. Что-то я не знаю, как по нему. Да я думаю, мы можем отпустить спокойненько вообще. Ой, балкон упал. Да еще балкон. Минус 46 и минус 24. А, 2 в 4, по-прежнему нет шансов. Ой, очень плохой позицию. Ну, мне тут защекали. Ну ладно, ну слушайте, не так плохо получилось. 7-8. Мы чуть ли еще и не выиграли эту половину сейчас. Но тут, конечно, вопрос-то весь стоит в том, как мы затеров сыграем. Хороший вопрос на самом деле. Но затеров у нас что-то снова не пошло. Ну ладно, все, собрались. Жестко, парни. Жестко давим его! Все, огонь на... На подавление. Да, правильно все, абсолютно. За сеном, за сеном. Э! Каким сеном? Ты где? Я рез пошел. А-а-а! Ладно, придется воспользоваться глоком. У меня патроны кончились. Они, оказывается, не бесконечные. 20 хп идет лонг. У меня мало хп. А там авик и 20 хп, нормально. Авик, просто прикрой меня в шорт авик. А не обувь вам шорт. Да, я пытаюсь. Медленно, но верно. Ой, хорошо. На! Все, давим до конца, пацаны. 9 раундов у нас есть. Немножечко осталось, чтобы догнать. И немножечко, чтобы выиграть. Он тебе-то близко, по-моему, был. Я что-то слышал, подходит под пуш. Подпушил уже. Вот он. Сванга. Ладно, потеряли бойца, но размен есть. Я даже не ожидал, что он такую херню сделает. Догоняем, догоняем, пацаны. Арка, минус 24. Понял, ладно, я поставлю. Я еще даже запутался, вообще не по всем точкам расселись. По всем углам. Около этого памятника. Понял, я с другой стороны иду. Жмем его. Ну все, где бы ты ни был. А он слева оказывается. Я его вправо куда-то жал. Зачем? Не тратьте пулеметы. Согласен. Я допустил ошибку и смотрю на свои деньги, и мне плохо. Не, ну если бомба взорвется, то мне хватит вроде. Да, мы решили еще посливать. Нет, с этим оружием лучше сейвить до конца. Но мне хватает на без армора. А у нас все, посмотрите на наши деньги. Ну у нас дропы будут. Ребята, давайте, 4 раунда. 4 раунда, и мы сделаем историю. Первую игру запустить и выиграть, это будет смешно. Давайте пробовать. Не кушать еще чел. Хорошо. И слева, и справа челики. Лучший. Нормально, нормально, нормально. Туда их, в помоечку. Помоечку их. Лаз был в ланге, я где-то когда-то. Да, каленый. Ищите его. Давим. На! 5 в 0, пацаны, выиграли. С каждым раундом мы становимся все сильнее и сильнее. У нас серьезные проблемы. Серьезнейшие, я бы сказал. Не хватило денег. Они, кстати, могут спину зайти. Мы можем отойти. Давайте я остаюсь на спину. Кстати, мы можем развернуться. Давайте, они скорее сейчас уже все будут перетягиваться, а мы уходим просто, и все. Или давайте я за это останусь пофейкуем. О, хорошо. Так, у них нет случайного М249? Нет, это не похоже. На М249. Все, нормально. У нас сейчас будет Никита пропирать просто в этом раунде. Должен оставаться в песках, наверное, либо балкон. Скорее всего. Хорошо. В принципе, на песке вылететь. Он тебя, он тебя стоит в углу. Да, да, да. В углу на коробке. Нормально, нормально. Пассейн должен быть СБ, по идее, я там бойцом. Давайте с одним М249 пропрем этот раунд. Он в ноги. Ой-ой-ой. Тихо-тихо. Хорош. Как он идеально просто открывался под плент, смотрел не туда. 14-14. Вот это напряженное, пацаны. А у меня денег по-прежнему не хватает. Все, ребята, не спешим. Не спешим, самое главное. И целимся четко в голову. Я, наверное, попробую балкон. Вообще, балкон там постоянно стоит, кстати. Да, либо на балконе, либо под балконом стоит. Там очень опасно. Джайли еще бывал. Есть. О, убил, убил. Писки. Хорошо. На балконе. Писки, писки, писки. Так, так, так. Как у нас, лихто убил. Библия. Я немного не туда прицелился. Три в два, давайте. И почти у глянки. Минус 75. Каленый, хорошо, да? Близко, близко. Еще, 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 еще. Аккуратно, аккуратно. ХП. Хорош. На ничью вышли, пацаны. Какого вообще? Как просто? Как? Ну, надо выигрывать такое. Это легендарная игра, мужики. Ну, у нас такая, конечно. На последний раунд не очень ситуация. На три штуки всего хватило. Ладно, нам и этого хватит, пацан. А есть один где-то около бойлера. Пропрыгил мид. В дом зашел. Да, пропушил. Хорошо. Хорошо, прекрасно он вышел. Она там что-то среляет. Пропушили мид, у моего, или что это мид, пропушили у вас? И в доме. На бойлере, аккуратно. Только что был на бойлере. Не знаю, на шорт может ушел, а как будто мне свой просто хаешку сюда кинул. Или его убили. Не знаю, убили, наверное. Китастер меня убивал где-то у нас на базе, может быть, вполне. В арку идут, перетяжка пошла. Сажите, в песках сидеть, может сидеть вообще. Нет, вроде. Вроде никого. Улог, пацаня арка. Минус 25. Давайте три в один-то заберем. Он в смоке. Я не верил, честно. Я тоже не верю, это бред вообще. Это вообще бред то, что сейчас произошло. 16-4 с М249. Хорошо, какое звание там мне сейчас восстановят? Мне просто интересно, на каких званиях мы играем. Кого мы обыграли с этим оружием? Какой М249? М249. Мне перку-то вернули. Мне тоже. Мне тоже. А у меня бред. Там просто двое калибруются, вы просто не понимаете. А, так вот оно в чем проблема-то получается. Как они проиграли нам? Как эти ребята проиграли нам с такими оружием? Они ставили в начале игры вообще лютую штуку. Они там просто тапали. А, нет, я думал, ну у нас тут вообще шансов нет. Как мы вернулись в игру? Как мы сделали этот камбэк? Что это было вообще? Не в таком был, я говорил все. Я изначально только сказал. Это такая чушь. Точнее, я хотел сказать, это была легендарная игра, ребята. Как? Просто каким образом? Я думал, что мы вообще ничего не сможем сделать с этим М249. Из-за его цены? Из-за того, что мы пол игры играем с пистолетами? Да, на самом деле норма пушка. Стоила бы она 3500. Да, на самом деле, вот да, я согласен. Я согласен, потому что действительно даже отдача, ладно. То есть она как-то криво стреляет местами, это ладно. В принципе, урон у нее хороший. И единственная вот проблема, это цена. Никто не ожидал такого. Никто вообще. Мы проигрывали 0-7 или сколько? Что за камбэк? Ну 0-6 точно было. Даже, по-моему, 0-7. Не, 1-6, по-моему, было по итогу. 1-7. 1-7, по-моему, по счету было. Что это было? Ну что, я предлагаю повторить успех, пацаны. Пока все идет примерно так же. Пистолетку мы слили, отдали 4 раунда. Но один у нас уже есть. Трое мид. Это, конечно, не Инферно, правда, у нас. Вертиго. Но, тем не менее. Так, ну-ка. Давай, кто кого? Там еще двое. Убивай слепым, нормальным. Аккуратно, куда летим? Это я противнику, если что. Это я не, не Китти. 1-1. Где последний? Под Б, под Б был. Он твой, ешь его. Тихо. Хорош. Жалко денег теперь нет. Это не важно. Никита сейчас даст дроп, мы с двумя М249 легко выиграем. Ну, их нормально встретить в меду, мне кажется. Не получилось. Мы пытались. Еще один подал мне. Двое, по-моему. Бежим, бежим, бежим. Спасаем товарища. Блин, прошел желтый. Я сделаю все, что могу. Уходит, уходит вроде. Ушли. Да, да, да. Я боя, я боя встречаю. Ставят вроде. Блядь, боя. А, то есть даже так. Блядь, я думал, залетит хоть что-нибудь. Это было тупо, конечно, на это надеяться. А посади меня на коробку, Мидо, кто-нибудь. Это будет невероятно просто. Что-то в меду постоянно ходит. Ой, меня могли спалить. Прошел уже аккуратно в меду. Подойдет. Ой-ой-ой, какая грязь. Вот это я понимаю. В меду вряд ли. Да, в меду. Ладно. Я куда-то просто рандомно стрелял, он умер. На счет, конечно. В принципе, как и в прошлой игре, полное говно. Но это еще ничего не значит. А, вот они что придумали. Но это не работает. А вот это работает! Охренеть, мне чего не успел выйти первый в голову попал. Мне так же. Пару людей в меду, походу. Ну, один точно. Ладно, 4 в 3, нормальная ситуация. Вода нет. Я думаю, они на шифтах идут куда-то, либо. Скорее всего, идут на шифтах. Мне кажется, они так же в меду остается, если честно. Потому что их что-то нигде нет. Доиграл. Угу, доиграл. Двое-двое зашли на... И такер. Вунься уже двое. Вунься прям на дефолте двое. Представились поставил. Помнишь, не бомбал. Все, быстрее на диффузить. Быстрее-быстрее-быстрее беги. Там хорошо бомба стоит. А ты не блядь. Да все пизду. Как ты, блядь, встал диффузить? Неважно. Так и было задумано, на самом деле, с самого начала. Просто нервишки, блядь, чем я полраунда занимался. Не, так и думал, что тебя убьют. Да это такой бред, тупейший тайминг. Очень много минут. Под Б. Сейчас КП А, шейду никого, это бы. Прошел за белый. Ой, нихрена-то ваганул, братан. Еще двое, блядь, двое зашли в плент. Средний СРБ там. Поставят уже. Так, свою остановочку отменяем вот эту. А-а-а, да, хорошо, два раза в голову, так два раза в голову. Держи тогда тоже. За белым, наверное. Нет, на лестнице, на лестнице. Дощечка может, не? А, нет. Не-не-не-не. На тебе! Так, ладно, пока на самом деле по счету-то получается повторяется у нас первая игра. Неплохо, неплохо. Правда, я нихрена не понимаю, что дождет затирок. Вообще не представляю. Но тут Никита нам все затащил, конечно, за КТ. Пора и нам включаться. Пора ему помогать. Да, ребят, пожалуйста. А еще нужно пистолетку выиграть, наконец-таки, пацаны. Еще один без лица, минус 98. Один на этот. Близко у смока стоит, второй на голове. Близко еще один, с рампой близко. За стенку. Вообще ничего не залетает. Слева близко, видел его. Давай, давим, давим, голову дал. Дал голову, топ, вот там вот. На голове тип, дал он в голову. Все, все, лоу остались. Да, там, да, да. Какой? Вот, вот это я ничего не понял, если честно, что произошло, но мы выиграли. Близко убил. О, еще на цементе, помогите. Спасите, выручите. Выручили, спасли. А вот здесь нет? Убили, а все. Да, да, все, уже сдохли. А я не знаю, на последний. Все, я пошел. Я тогда пошел, просто поставлю свою бомбочку. Ладно, повезло, повезло в этом раунде. И все, у нас есть закуп. И впереди мы по счету. Шесть подряд забрали. Пацаны, это наш шанс. Это наш шанс, надо пользоваться им. Нет, ну если мы выиграем две игры подряд, я не знаю, я этот ролик назову М249 лучшее оружие. Так, я слышу дождь из пуль. На. И у нас получается их убивать. На, еще. Желтый, желтый вышел, минус 81. Куда он вышел? Сейчас обратно там, вот мы его отбором. Я бы сейчас смог там, смотри, он там. Не знаю, либо он вниз ушел, либо на желтом сидит. Ой, я на карту пытался смотреть. Никит прав был. Я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, да. Все, где-то у вас там. Ладно, надо быстрее поставить таком свинч. А где он может... Я КТ смотрю у тебя, Никит. КТ, на КТ был. У него минус 73. Идет КТ. Он мог противно, он мог противно этот. На хрятку. Да. Нет, он у Никиты. Пошел сэвить вроде. Ладно. Даже какая-то фора у нас пока есть. Главное ее не упускать, просто тащить дальше. А зачем я вообще сюда один хожу? Неважно. Еще есть. Смотри просто эту машину. Что делает Никита? Да, все нормально. Эйс! Эй, СМД-49! Я тут, блядь, потею на этом на желтом медленно прохожу. Эту-то я сидит делает. Еду, я не против, как бы. Дело дрянь. Они три раунда подряд забрали. Так, тут подъем обычно пушат. Аккуратно. В этот раз нету. Цемент может быть, значит. У меня нет, смотрите. Все позиции нормально, разберите. Спину кто-то взял? Да, да, да. И желтый не заберет. Блядь, спина! Я спину взял. Желтый закрыли. Желтого никого нет, он стоит, сам смотрит. Одного вырубил. Убил, убил, я уже с бомбой зашел в спину. Уходить мне? Там еще человек. Давай, давай, уходи, 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 уходи. Погнали на Б. Как минимум мы их сейчас растянем по одному и поубиваем, и все. Блит, вы уже с окна. Да. Дзи! Я не вижу. За электриком вроде. И блядь, двое уже. Блит, Паш! Блядь! Какое говнище сейчас было! Ну, блин, я не видел вообще противника. У меня его не было, я уже просто по звуку понял, что он за электриком. Такое говно! Мне вообще не дали сыграть. Пулик лежит. Взабрали? Да. Спину бежит. А, зашли. Где он здесь рубить? Да я хочу уйти, двое. У вас еще один. Спине! Все, убили. Уходите, уходите. Я бегу. А где оружие взять нам для игры? Какой АВП у тебя? На шарте. Ой, на желтом, на желтом. Там лежит. А он глубоко очень, глубоко. Я могу фейкануть, а на самом деле, на, ты пока попробуй почву прощупай для М249. Мы как с волоками собираемся. Вижу его. Ой, хорошо! Ой, хорошо! Ты его гранату кинул? Он отвернулся резко от желтого? И Йохан выходит уже лойтому. Вот это ловушка была сейчас, конечно. Почву прощупал. Человек, поюблядь. Ну, получается, прощупал. А, митон много. Ой-ой-ой-ой, нас сейчас Никиту съедят! Надо быстрее идти, наверное. Я подожду спину, иди. Осторожнее по позициям. Абдаун, никого. Все, жестко на стрельбу, пацаны. Еще спина. Я ставлю сразу же. Да что это? Минус 70 спине. Все, не подставляемся. Амдрабаш может пулек забрать. Насрать. Оба, да, спине, наверное? Ну, был один. Скорее всего, два. Потому что... Чтоб отсветил, нет? Да, два тоже. Хорошо. Еле-еле. Мы по-прежнему впереди. Давайте, пацаны, жмем-жмем. Ой, аккуратно два смока на. Не нравится мне это, если честно. А мы бы убили. Блин, помогите. Дед, мне сейчас, знаешь, закроют здесь я бомбу проебу. Помогите. Да я ничего не вижу. Да меня что-то, жалю-жалю. Блядь. И еще один там на желтом. Вот дерьмо. А ты куда с бомбой ты полетел на желтый? Тебе надо было скидывать, нас мало на было. Я вас жду, я вас жду. Ой, блядь. Там дробик будет сейчас принимать нас. Там двое на рампеда. Один у вас надо его разбить и идти помогать с двух сторон. На желтом один. Блядь. Цемент может быть. Тикнул. Все, у них теперь не салезает цемент. Ну, я уже сгорел. Один-два. Вот что? Он мне также поставил, короче, на мидл. С аплэнта на миде, с лифтов. Что это за расстояние для Максим? Это просто, это дробь прям в пиксель влетела. На голове один. И фулик. Моментально. Ой, это бесполезно. У меня вообще моментально. Я ему голову дал минус сорок. Блядь. Блядь. Ладно, ладно. Давайте попробуем ничью хотя бы. Не победа, так ничья будет тоже жестко. Деньги. Блин, денег по деньгам все хреново. Я могу скинуть Никите. Я Никите, я Никите скину. У нас в Миду хоть как раз получалось выиграть с армором. Иногда получалось. Давайте пробовать мид тогда. Бьем мид. На, у нас все. У нас что-то там конечное. Мы приплыли там. После гералмы все проиграли. Жестко, жестко, жестко. Вот так вот просто делаем. На бэс. На бэс. И этот ловит окно. За их этим, да. Да ебушки. Слева. Двое на бэ были. У вас на бэ один, может б продавить. Почему один? Потому что а и б. Да пошел ты нахер, все взял наше оружие. Не, ну это было очень близко. Мы три раунда подряд в конце отдали. Такие глупые, конечно. Что-то не повезло, не пошло. Не, ну это было жестко все равно. Ха-ха, обе эти игры, вы понимаете, мы на этих званиях как минимум выиграли. И как минимум отыграли очень близкую игру. Мы вот здесь просто вот в конце действительно много отдали, конечно. Много по глупости. Несколько раундов там прям реально дебильные, конечно, были. Но, да, это интересно. Ну как такие звания? Мы столько раундов-то позабирали. По факту реально мы эту игру могли выиграть. Да вообще спокойно. Поменьше ошибок немного, и мы бы выиграли. Это была максимально близкая попытка сейчас. Но все равно у нас есть и победа. И есть вот такая еще игра. Вот прям честно я не ожидал, что мы возьмем пулеметы и сможем вот так отыгрывать. Это, кстати, понизило. Ну и ничего страшного. Нам не особо-то и обидно. Оно того стоило, так сказать. Реально поиграть с М249. Это было, конечно, максимально не шепотно. Это правда. Там прям нужно было вгрызаться за каждый раунд абсолютно. Но, тем не менее, мы сегодня, по сути, доказали реально то, что даже с М249 как-то можно побеждать. Реально даже не то, что определенные раунды, а целую катку можно побеждать. И во второй попытке мы, конечно, сейчас были очень близки. Но это забавно. Что вообще можно сказать про М249? Ну, естественно, это полное говно в плане того, что, ну, 5200. Это мы на четвертом раунде. Если вот мы проигрываем пистолетку, мы покупаем пулемет только на четвертом раунде. Но это дичь. Вот это самый главный его косяк. А так, в принципе, по стрельбе, по отдаче... Ну, есть что поменять, конечно. Хотелось бы поменьше отдачи, уж точно. По уронов более чем. Урон у него достаточно хороший, но отдача это да. Вот если по пульке стрелять, это хорошее оружие. Если ты начинаешь зажимать, ну, там настолько все рандомно. Я обычно, когда зажимал, вообще никого не убивал. Очень мало фрагов у меня реально было, когда я зажимал. Я не знаю, почему Valve вообще, конечно, держит это оружие вот в таком состоянии, по такому ценнику. Было бы прикольно, если бы это оружие на самом деле улучшили. Сделали его дешевле и немножечко небольшое улучшение сделали. По патронам-то можно также оставлять, там, 100 патронов эти. Вообще, да пофигу вообще, сколько в нем патронов. Даже если было бы 50, но он был бы лучше. Это был бы хороший пулемет. Я просто не понимаю, вот сколько CSGO существует с 12-го года. Вот она официально вышла. С того момента вообще, по-моему, ценник на это оружие не менялось никак. И стрельба, вообще ничего, по-моему, с этим оружием не делали. Я вот не понимаю, почему именно на него просто положили болт. Так-то оружие в целом интересное. И кстати, кстати, кстати. Мы вот сейчас с ребятами подумали, если бы вот реально был бы ценник дешевле на этот пулемет, мы бы вот эту катку последнюю сейчас выиграли. Потому что мы очень много раундов просто сыграли на пистолетах и, соответственно, слили. То есть мы проигрываем раунд, сливаем вообще все пулеметы и играем, соответственно, с пистолетами. Проигрываем, 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 пока снова не купим М249. Да, даже если мы выигрываем раунд, получается, у нас двое человек отъехало. Да, кто-нибудь вздыхает. И на следующий раз уже пулемет не... Не даже мы, которые выжили у него, у нас все равно 4000 на балансе. И пулемет не задонатит. Это да. Например, реально два человека остаются и трое играет с пистолетами этот раунд. Ну, даже такие раунды мы умудрялись выигрывать, конечно. Но не всегда, далеко не всегда. Как раз реально вот это основная проблема, почему мы последнюю игру поиграли. И почему первая настолько потная была. Ну, там, конечно, начало у нас было не очень, в первую очередь. А так, да, из-за того, что постоянно нам не хватало, мы играли с пистолетиками. Действительно, цена здесь очень решает. А так, даже по вот этому фактору, можно сказать, что в целом оружие неплохое, но ценник это жесть. Ну, для CSGO это космические деньги. Такие деньги ты нихрена не накопишь вообще в игре. В очень редких случаях, по сути, когда там, не знаю, 5 раундов подряд выиграл и спокойно выносишь противников. Тогда да. Ты можешь купить это оружие, но зачем? Зачем его убрать? Естественно, это абсолютно бесполезно. Ладно, друзья. Вот такой вот ролик получился. Интересный эксперимент. Я честно не ожидал, что вообще, ну, такой будет результат, что мы вот так вот выиграем. Я думал, что мы просидим весь день, 2 дня, 3 дня, просто будем пытаться для интереса выиграть катку. Но мы сделали это с первого раза. Мы с первого раза забрали катку, это настолько неожиданно было. И вторую еще почти выиграли. Нет, это вообще, я не знаю, что сегодня произошло, но мы сегодня реально максимально запотели. Поэтому, друзья, обязательно влепите лайк за такой интересный видос. Я думаю, реально вот никто не ожидал. На таких званиях, на таких званиях, на беркутах мы это сделали. Ну, растеряли, конечно, из-за вот этого поражения. Но мы обе катки, по сути, играли на беркутах и смогли с ними побороться. Это было прикольно. Ну и, друзья, конечно же, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. У нас тут, как вы видите, выходит много чего интересного, поэтому советую подписаться. Много чего еще интересного вас ждет. Ну, а напоследок рекомендую посмотреть наш прошлый ролик. Он тоже получился очень клево. Что ж, а для вас по телу команда MoreGames. Всем желаю удачи и всем до скорых встреч.